Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, а вы на моём канале YouTube. Мой YouTube-канал про девушек, про то, что интересует каждую молодую и среднего возраста девушку, а может быть даже и взрослых дам уже умудрённых опытом, и то, что в первую очередь интересует меня. И сегодня я хочу затронуть тему цвета в имидже и рассказать свои знания на эту тему. Поскольку у меня есть образование имидж-консультанта, и я частенько практикую с частными клиентами, иногда выезжая на съёмки, у меня накопился некоторый опыт на эту тему, помимо теоретических знаний, которыми я хочу поделиться как раз с вами сегодня. Так вот, сегодня тема «Цвет в гардеробе». И на самом деле это, наверное, основа основ, с чего стоит начинать вообще путь к своему собственному имиджу. О других аспектах и частях, скажем так, той картинки, которая нужна для того, чтобы собрать свой собственный стиль, я расскажу чуть позже в следующих видео, а сегодня затронем только основу про цвет. Итак, цвет – это очень важная часть гардероба, и с него стоит начать. И главные, скажем так, характеристики цвета – их три. И в каждой из этих трёх характеристик есть два варианта. Итак, цвет бывает глубокий или светлый. Это, например, ярко-насыщенный вишнёвый красный. И бывает такой алый-алый, такой, скажем так, разбелённый. Это вот либо глубокий, либо светлый. Вторая характеристика – это теплота. Цвет бывает либо холодным, либо тёплым. И третья характеристика – это яркость и приглушённость. То есть яркий цвет – это чистый цвет, и приглушённый цвет – это тот, в который бухнули серого. У каждой из нас есть свой набор вот этих вот характеристик. Причём, помимо того, что вы выбираете три из шести характеристик, которые садятся на вас по одной в каждом пункте, который подходит вам лучше всего, плюс если ещё более глубоко, например, делать какое-то специализированное цветотипирование, более глубоко погружаться в эту тему, вы понимаете, насколько, например, глубокий, насколько насыщенный, тёмный, красный цвет вам подходит. И так в каждой из семи цветов. Но если с чего-то начинать, то первое, с чего бы я начала, это главная характеристика, как показала моя практика цвета, это либо холодный вам подходит цвет, либо тёплый. И я сейчас говорю о подходящем цвете с точки зрения того, какой цвет более выигрышно подходит к вашему лицу. То есть есть ещё психологические аспекты каждого оттенка, каждого цвета, которые также влияют на то, как вас воспринимают люди. Но сегодня именно о том, какой оттенок каждого цвета делает вас краше. Так вот, чтобы определить, холодный или тёплый вам подходят цвета, вам нужно взять любую ткань, у которой есть разные характеристики. То есть, например, как делают стилисты. Стилисты берут в каждом цвете, в каждом из семи цветов, шесть вариантов каждого цвета и прикладывают по очереди к человеку, к лицу. Делают это примерно в 11 часов утра, когда самый идеальный, естественный свет, который нам рекомендуют, чтобы загорать, чтобы проводить фотосессии, чтобы солнце хорошо падало. Так вот, этот цвет прям самый идеальный, дневной, солнечный. И прикладывая эти цвета, стилист понимает и объясняет своему клиенту, и также делаю точно и я, когда провожу цветотипирование с клиентом, объясняю клиенту, какой оттенок в каждом цвете ему подходит. И в 99% случаев каждому человеку подходят все семь цветов. Вопрос в их характеристиках. Так вот, как сделать цветотипирование дома? Вы берёте, ищите у себя в гардеробе, в гардеробе мужа, детей, мамы, папы, неважно, в тряпочках любых там, хоть для уборки, неважно. Вам нужен кусок ткани, который вы прикладываете днём напротив зеркала, к своему лицу, вот так вот, максимально близко. И пытаетесь понять, с каким цветом, с каким оттенком цвета ваше лицо смотрится наиболее выигрышно. И в зависимости от этого вы выбираете вот эти вот все характеристики. Для начала советую вам определиться как раз с холодными цветами или с жёлтыми. Самое простое, вы берёте голубые оттенки, они каждый голубой, практически в 90% случаях, будет холодным. И берёте какие-то красные, оранжевые, жёлтые цвета. С жёлтым аккуратнее, берите жёлтый тёпленький, который больше похож на яичный желток, чем тёплый холодненький, который больше похож на лимончик. Берёте, значит, вот эти варианты цветов, прикладываете днём перед зеркалом к своему лицу. И я вам гарантирую, что вы увидите, какой цвет гораздо выгоднее подчёркивает ваш тон кожи. То есть, это будет либо тёплый цвет, либо холодный. Например, если девушке с холодным цветотипом не подходят, совершенно очевидно, что ей не подходят тёплые цвета, её кожа будет реагировать какими-то странными покраснениями. Вдруг неожиданно, хотя с лицом ничего не происходит, ты просто прикладываешь ткань, на лице появляются какие-то непонятные пятнышки, какие-то непонятные прыщички. В общем, иногда лицо может быть землистым. Или наоборот, всё то же самое может происходить с девушкой, у которой тёплый цветотип, а к ней, к лицу вот так подкладываешь холодный оттенок ткани. То же самое происходит с лицом, лицо становится зелёное, землистое. В общем, с ним что-то странное происходит. Таким образом, вы выбираете тот оттенок, который вам подходит. И в будущем, если вы ориентируетесь именно на тёплые либо холодные оттенки одежды, которые вы надеваете или выбираете в магазине, чтобы купить в непосредственной близости к лицу, эта одежда будет вас наиболее выигрышно преподносить в обществе. И таким образом у вас отпадёт уйма времени и уйма вопросов, почему эта кофточка на вешалке или в магазине или на ком-то мне безумно нравится. А как только я надеваю эту кофточку на себя, происходит что-то непонятное, что-то идёт не так. Вот теперь вы будете знать, что идёт не так, и будете спокойно решать проблему выбора в магазине, когда, например, хочется скупить все кофточки, потому что они такие же классные. Вот, поэтому рекомендую вам провести этот эксперимент со своим гардеробом. И первое, что сделать в процессе разбора своего гардероба, это избавиться от всех вещей, которые не ваши по теплоте из гардероба, которые не ваши, которые именно к лицу. То есть те вещи, которые у нас внизу находятся, это, например, брюки, юбка, обувь, сумка, всё что угодно. Это нормально. Платки, шарфы, которые мы носим в непосредственной близости к лицу, рубашки, блузки, пиджаки, топы – лучше всё это, конечно, выбирать в своей цветовой тепловой гамме, чтобы максимально выигрышно это всё на вас смотрелось. Ну, на этом я заканчиваю своё такое очень, мне кажется, насыщенное по разговору видео. Всё. Желаю вам приятного разбора, начала разбора своего гардероба и своего становления на пути к классному гардеробу. Если у вас остались вопросы, пишите мне внизу в комментариях. Если вы проведёте разбор гардероба, welcome тоже в комментариях, делитесь своим опытом, как у вас получилось или не получилось провести такое экспресс-цветотипирование самостоятельным образом. Ну, а с вами была Анна Кафырина. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok